Всем привет! Меня зовут Настя и вы находитесь на канале посвященном вязанию, теплым вещам, созданным своими руками. Сегодня будет видео совершенно не посвященное вязанию. Я вас приглашаю с собой отправиться в дорожные путешествия. Если вы заглянули на канал впервые, то я живу в Грузии, в городе Тбилиси, в очень сказочной солнечной стране. И иногда вставляю кадры с нашей природой, показываю вам Тбилиси и решила, почему бы не показать вам дорожные путешествия, которые мы совершили с супругом на прошлой неделе. Мы преодолели путь в 700 километров за два дня. Из Тбилиси ездили в западную Грузию. Я по дороге рулила и успевала сделать какие-то кадры, заснять небольшие видео и решила объединить это в отдельное видео, в котором буду все это сопровождать своим маленьким рассказом и постараюсь вас влюбить в Грузию так же, как полюбила ее и я. Если вам это видео понравится, поставьте ему лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Я вам желаю приятного просмотра. Привет, друзья! Сегодня утро вторника раннее и я сижу в машине за рулем и мы отправляемся с супругом в дальнюю-дальнюю поездку в западную Грузию. По семейным обстоятельствам нам нужно съездить сегодня и завтра вернуться назад. И я по дороге постараюсь заснять для вас какие-то интересные моменты. Мы будем проезжать очень много регионов, разных городов, красивых пейзажей. И пожелайте нам удачи! Я вообще очень редко в последнее время сижу за рулем, даже немного отвыкла, но все, что не делается, все делается к лучшему. Посмотрим, что нас будет ждать по пути. Будет немножко даже гастрономический тур, мы будем пробовать какие-то... Я вам буду рассказывать про свои любимые блюда, которые можно купить по дороге в разных регионах. Будет вкусное мороженое и, наверное, будет хачапурь и еще одна очень интересная вещь. Нам улыбнулась удача, и как только мы выехали из Тбилиси, мы встретили огромное стадо овец, которое паслось буквально в 10 километрах от города. И еще там были ослы, которые носят всякую провизию и вещи, которые нужны пастуху. Держа путь в Западную Грузию, вы непременно будете проезжать огромные ветряные мельницы. Потом вас ждет перевал, на котором будет очень-очень много зелени и красивых-красивых видов. Эта местность известна добычей глины, и огромное количество по дороге будет лавочек, в которых можно купить глиняную посуду, разные миски, кецы для печи. И делают также там большие сосуды для вина. Если бы вы были в Грузии, то вы знаете, что эти сосуды называют квеври. Может ли обойтись дорожное путешествие без перекуса? Ответ, конечно же, нет. Мы по дороге остановились, чтобы поесть эмеретинский хачапури. Ели мы, купив его в небольшой лавочке, про которую знают очень многие в Грузии. И отъехали подальше, чтобы перекусить в тенечке на свежем воздухе. Дальше мы проехали через Неретию регион и вступили на землю Менгрелии, в которой вы можете увидеть огромное количество старых домиков, двухэтажных, одноэтажных, стоящих на подпорках, как на куриных ножках. И ещё это регион, в котором огромное количество разных животных. Они ходят то там, то сям, то переходят дорогу в положенных и не очень местах. Я рекомендую посетить Западную Грузию. Она чудесна, она такая очень душевная, богатая кухня и много красивых мест. Конечным пунктом нашего путешествия был город Зугдити и дом, в котором вырос мой муж. Дом довольно большой и часть его совершенно не отреставрирована. Я вам показываю картинки со второго этажа, который является нежилым. Но зато там можно увидеть предметы, знакомые многим из нас. Старые фотографии, огромные кувшины для вина, старый комод и тому подобные вещи. Ну а позади дома у нас настоящие джунгли выросли. У нас за год, пока меня не было, вырос огромный-огромный бамбук. И в саду огромное количество цитрусовых. Есть и хурма, есть киви, есть фейкуа, есть апельсины, лимоны и мандарины. И это было как раз время их цветения. И ароматы, к сожалению, не передаются в кадре. Дом стоит на небольшой улице. И все соседи это как одна большая семья. Естественно, когда мы проезжали по улице, мы остались незаметными. Не остались незаметными. И заходили в гости к соседям, у которых появились маленькие кролики. И в саду лимоны уже появились тоже. Я сделала пару кадров и там. Вечер я провела завязание на втором этаже на балконе. И наблюдала, как садится солнце. Ну, а на следующее утро мы проснулись и поехали обратно в Тбилиси. По дороге мы останавливались еще немного пофотографировать. И остановились поесть мороженого, которого нет у нас в Тбилиси. Его продают в одном населенном пункте. И это мороженое натуральное, сделанное из молока с изюмом. Я его очень люблю. И каждый раз, когда мы проезжаем мимо, останавливаемся, чтобы купить его. Если вы любите грузинский хлеб и вообще выпечку, то вам однозначно понравится выпечка, которая называется назуки. Пекут в одном населенном пункте. Стоит очень много точек. Женщины стоят и машут руками этой так называемой булкой. Будем ее называть так. Она сладкая, внутри изюм и с пряностями. Пекут в печи, запах непередаваемый. И очень вкусно с горячим кофе в холодные времена. Ну а на этом наше с вами виртуальное путешествие в западную Грузию подходит к концу. Я еще в более заметенном темпе оставлю фотографии красивых пейзажей. И надеюсь, что когда-нибудь вам удастся приехать к нам в гости и влюбиться в Грузию так же, как влюбилась в нее я. Спасибо, что были со мной. Субтитры сделал DimaTorzok